Выпуск программы Быть ближе выходит в необычном формате. Сразу успокою постоянных наших зрителей. Анна Хасина непременно вернется в эфир в следующих выпусках. Сегодня у нас гость тоже не вполне привычный для программы Быть ближе, потому что он не врач, но человек по роду деятельности очень близко подходящий к медицине. Алексей Мелия, здравствуйте. Он лечебный педагог. Он помогает быть ближе людям с расстройствами аутистического спектра к внешнему миру. А внешнему миру поможет быть ближе и понять людей с расстройствами аутистического спектра. Книга, которую недавно выпустил Алексей Мелия. Вот она. Здесь «Мир аутизма. 16 супергероев». Такое название. Книга сразу стала бестселлером. И мой первый вопрос, Алексей, как вы объясняете такой успех книги? Потому что ее еще и не читали, но презентация была в Доме книги на Новом Арбате при огромном течении народа. То есть люди еще не прочитали, но интерес проявили огромный. Как вы это объясняете? Тема вообще сейчас в обществе очень актуальна. И не только перед системой образования, а перед всем обществом сейчас стоит задача включения людей с тяжелыми, в том числе с тяжелыми психическими расстройствами в наше общество. И прежде всего это происходит в рамках программы развертывания инклюзивного образования. То есть эта задача, с одной стороны, очень сложная, с другой стороны, видим, это некий путь развития и для системы образования, для самого общества. То есть это некий ориентир, вокруг которого можно построить будущее. И вот так вот попало просто в волну. Сколько лет вы писали эту книгу? Ну, где-то 3-4 года. Ну, это такой серьезный срок для продумывания. Ну и практика ваша в это время пополнялась. Да, конечно. А сколько лет вы работаете лечебным педагогом? 7 лет. 7 лет. Ну, понятно. 7-8 там. Хочу вернуться к истокам. К истокам не вашей именно деятельности, а к истокам той темы, той области, которой вы занимаетесь. Она в нашей стране держится на двух столпах, как мне представляется. И мы с вами это проговаривали. Сошлись в том, что есть два имени, две ключевых фигуры для лечебной педагогики и для детской психиатрии, которая тесно очень соприкасается с этим. Собственно, это все одна область. Эти два имени – Лев Семенович Выгодский и Груния Ефимовна Сухарева. Это ваши истоки, как я поняла. Что делалось в 20-е, 30-е, 40-е? Расскажите. Вот эти два имени, они связаны через небольшое здание на улице Погоденко. То есть, ну, вообще надо сказать, что в начале века в сфере и детской психиатрии, и вообще в сфере адаптации людей с психическими расстройствами в обществе, наша страна, наверное, была на первом месте в мире. И этот опыт оказался во многом и утерян, и отчасти забыт. То, что является, скажем, нашими традициями, нашей гордостью. Но еще до революции, вот на улице Погоденко, была создана школа, как ее называли, для исключительных детей. То есть, туда попадали дети с различными психическими расстройствами. Причем, что очень интересно, судьба одного из дореволюционных учеников оказалась прослежена вплоть до пенсии. То есть, он оказывался в ведении различных психиатров. То есть, у него был диагноз простая форма шизофрении. В 20-е, 30-е годы он несколько раз госпитализировался. Этот случай, причем, был интересен, попадал в книги. Благодаря этому можно найти сейчас. Потом, во время войны, когда были трудности с продовольствием, он снизил группу инвалидности, пошел работать натурщиком. Потом устроился, это было, ему уже было 40 с чем-то лет, устроился курьером, женился и работал до пенсии. Имел определенные проблемы, но при этом его работа была с поддержкой тогдашней врачей-психиатров. То есть, тогда не было, по сути, никакого медикаментозного лечения, но они скорее помогали ему удерживаться в среде. То есть, он мог обеспечивать себя, семью. То есть, вот это уникальный такой случай, что вот только эта школа была прослежена, создана, и вот из первого практически выпуска, да, то есть из этого. Потому что сейчас, если мы берем последние годы, гораздо с этим хуже. Ну вот Груя Ефимовна, она дала первое определение, да, аутизма, и в 25-м году, по-моему. Ну вот это, я считаю, как раз, я к этому отношусь во многом негативно, и это как раз затеняет существование нашей собственной психиатрической школы. Дело в том, что тогда же одновременно были опубликованы две статьи. Первую статью сейчас активно, вот она известна на Западе, которые, на основе которой говорят, что Груя Ефимовна Сухарева первая писала аутизм. Но ее перевели уже в 60-е годы на английский, перевели эту работу. Но при этом одновременно с ней была опубликована статья в целом о системе детских психопатий. То есть, то, что Сухарева писала шизоидную психопатию, тогда она уже употребляла термин аутичной личности по отношению к детям с шизоидной психопатией. Это просто часть системы. При этом очень важно, что каждая из психопатий ей определялась через какие-то позитивные черты, особые способности. Собственно, статья называлась о детских психопатиях и одаренности. То есть, различное сочетание было, допустим, истерическая психопатия была связана с моторной одаренностью. И наоборот, вот в шизоидной психопатии при хорошем абстрактном мышлении было то, что, тогда был термин известен психиатра Дюпре французского, моторная дебильность. И дело в том, что сейчас все это находится вообще за гранью наблюдений. Вот недавно вот в этом журнале была статья переводная, как раз посвященная теме, что современные психиатры не умеют смотреть за вот такими микродвижениями. Вот, кстати, в вашей книге движения это отдельное, это даже не отдельное, но центральное, я бы сказала, место занимает. И для Сухарева это было исключительно важно. То, что делается сейчас, условно говоря, Сухарева описала, что в лесу есть там дуб, береза, ясень, клён. То есть, сделала некую систематику. Сейчас говорят, что в лесу есть дуб, и только дуб ничего больше не видит, но говорят, что это описала Сухарева. То есть, это вот вычленяется из контекста, и это совершенно создает искаженное представление, что, в общем, никакой, ну, некой особенности нашей школы не было, что просто сделали то же самое, но раньше. И здесь очень важно сказать, что вот наша отечественная школа в то время, она очень сильно отличалась от того, что происходило там в Америке, в Европе, ну, если мы говорим там о Канре, Баспергере, потому что детская, ну, вообще сфера психиатрии, она очень связана с общественной жизнью. Вот в 1907 году в штате Индиана, США, был принят закон о принудительной стерилизации лиц, представляющий угрозу для общества, как там было написано. Да, это известный факт, да. Да, для закоренелых преступников, идиотов, насильников, слабоумных. Эти законы стали потом приниматься в других штатах. В мае 1927 года Верховный суд США принял решение, то есть одна девушка, Кэрри Бэк, подала апелляцию против своей стерилизации. Суд ее апелляцию отклонил, как бы утвердил, что эти меры законны, тогда это активно стали применять во всех штатах, потому что не боялись уже последствий. То есть в американской психиатрии, когда американский психиатр 30-х, 40-х, 50-х, даже 60-х годов стал диагноз, он, в общем, выявлял опасного для общества человека, по сути, какого-то преступника, которого надо изолировать, стерилизовать. Ну, то же самое происходило в Европе. То есть сейчас есть документы, что Ганс Арсбергер занимался отбором детей для уничтожения. При этом это часть, ну, скорее, системы, потому что, допустим, после войны он был директором детской деревни СОС для сирот. Ну, то есть вот эти школы, они были совершенно разные. То есть смысл, для чего производится диагностика, он не может быть оторван от ситуации. Здесь вот важно обратиться к Выгодскому, который, наверное, наиболее полно продумал этот вопрос. То есть насколько вот вопрос о детской дефективности связан с обществом. То есть Выгодский ставил задачу создания, ну, можно сказать, новой марксистской психологии в 20-е годы. И при этом он столкнулся с ситуацией, что, по сути, объективная какая-то вот общая психология не может быть создана в существующем обществе из-за его ограничений. Потому что еще вот самые первые ранние работы Выгодского были посвящены еврейскому вопросу. То есть он сам принадлежал к преследуемой вот такой группе. И он увидел вот эту систему ограничений, что даже великая литература, вот такие писатели-гуманисты, как Шекспир, Гоголь, Достоевский, как он считал, не могут проникнуть в психологию евреи, потому что... Заслоны. Да, есть такие стереотипы, есть культурный заслон, культурная изоляция. То есть вот понять эту ситуацию нельзя, не преодолев некий дефект. Ну, собственно, вот Выгодский считал дефект. Дефектология — это прежде всего социальный вывих. То есть общество не может включить в себя детей, ну, людей, ну, в частности, детей с определенным биологическим разнообразием, и вот этот свой дефект переносит на этих детей. Ну, во многом это действительно связано и с практикой вот этой вот ситуации, ну, тоже это важная для марксизма ситуация, когда общественные отношения выдаются за закон природы. Что, допустим, школа не может обучать таких детей, и вот долгое время, чтобы не брать в школе, существовала комиссия. В состав комиссии входил врач, который, в общем-то, не является, и на это многие врачи жаловались, например, Самуил Бронин, замечательный психиатр, что мы, в общем-то, в вопросе умственного осталось и не разбираемся. Потому что это вопрос, ну, педагогический, вопрос обучения. Но именно решение врача, оно значимо как бы для государства, потому что есть огромный авторитет медицины, связанный с ее выдающимися достижениями в XIX, XX веке, с победой над эпидемиями. То есть вот есть, что за этим стоит некое особое знание. Так, это как раз и пытался мостик найти между естественно-научным и гуманитаром. И вот, собственно, центральное это сознание, система знаков, свойственная культурам. Да. И вы в своей книге тоже опираетесь на культуру, а мифология – это, собственно, как часть культуры. У вас очень много. И ваши 16 этих супергероев – это, собственно, опирающаяся такая классификация на культуру. Да, то есть здесь, ну, есть некая важная задача, вот это продолжает идея Выгодского, чтобы преодолеть дефект, надо увидеть некое культурное единство. Потому что даже, ну, вот как писал Выгодский, что переживания шизофреника мы должны расшифровать, как некие иероглифы. Как некую другую культуру. Как соотносится с культурными какими-то явлениями. Да, но при этом он ни в коем случае не исключал из этого вот медицинский компонент. Лечение этим он отличается от антипсихиатрии. Но что просто из-за вот этих культурных искажений нам часто трудно понять о медицинский вопрос. То есть где вот у нас социальные отношения, которые выдаются за какую-то, ну, за медицинскую проблему, а где действительно то, что нельзя вообще решить без медицины. То есть в этом разобраться очень сложно. Для этого нужно и переделать культуру. По сути, по-настоящему, наверное, это смогут делать люди, которые уже учились вместе с людьми самых разнообразных ментальностей, вот в рамках инклюзивного образования, у которых будет более, ну, можно сказать, адекватное представление о человеке. То есть формально мы, допустим, какого-то такого странного человека не исключаем из состава людей, но по сути мы не знаем, как с ним взаимодействовать. Поэтому общество во многом начинает взаимодействовать. Вот от врачей часто можно услышать, что диагноз особого значения не имеет, потому что там особенности исторические братья в течение 20 века, их смена была колоссальной. Но при этом для общества это играет огромную роль. То есть, допустим, если взять историю, то сначала мы имеем практически, ну, большое количество умственно-отсталых детей, потом среди них выделяются дети с детской шизофренией, потом появляется очень мало детей с аутизмом, и это соотношение начинает меняться. Сейчас тенденция в Америке, что детской шизофрении, там, в 2-3-4 года нет вообще аутизма. Много умственно-отсталых, да меньше. То есть, за 100 лет диагностическая система сменилась полностью. И, в общем-то, от врачей часто можно услышать, что мы поставили диагноз, это просто для статистики, и забыли. Чтобы он был. Я вот очень много в вашей книге кинематографических примеров, я только сейчас вдруг вспомнила, хотела вас спросить, смотрели ли вы относительно новый сериал под названием «Хороший доктор». Нет. Про аутиста, который стал великолепным, потрясающим хирургом, то есть главврачу стоит колоссальных усилий удерживать его, потому что есть стигматизация даже и в Америке, собственно, и в Америке она, везде она есть. Коллеги не принимали, но он настолько виртуозен, он решает такие проблемы, которые не под силу целой больницы. То есть это, так сказать, аутизм, то, что называется, высокофункциональный. Я к чему? Вы заговорили о диагностике, вскользь упомянули диагностику Сухаревой, где есть элемент позитива. А в вашей книге, по-моему, даже в самом начале вы отмечаете, что современная диагностика, она очень часто несет частицу «не». «не то», «не сё», значит, подходит под этот диагноз, если он не соответствует этому, не соответствует тому. Вот давайте о современной диагностике. Что это такое и почему нет преемственности традиции? Наверное, все-таки сама диагностика – это вопрос медицины, и я не очень хотел бы в него входить. То есть она соответствует каким-то существующим общественным отношениям, потребностям, потому что все вот эти классические, такие стандартные классификации, МКБ, она изначально создана для взаимодействия со страховыми компаниями. И так вообще изначально это для регистрации смертей, никаких лечений там даже не предполагалось. То есть это во многом все-таки административная диагностика, она из-за каких-то соображений могут сильно измениться, как сейчас вот полностью изменилось в новой МКБ-11, будет совершенно другая классификация личностных расстройств. Но меня больше волнует вопрос взаимодействия вот этой диагностической системы и общества, из-за которой вот люди с тяжелыми действительно психическими расстройствами, так скажем, ну в какой-то мере живущие в своих мирах, изолированные от общества. Кто-то это в детстве в такое состояние впал, кто-то, ну, заболел во взрослом возрасте. И сейчас такие люди оказались во многом более отрезаны от культуры, от нашего понимания, чем это было раньше. Вот во времена Выгодского или сто лет назад. И диагнозы вот здесь играют роль, что общество им уделяет слишком большую роль. Вот допустим, то, что мы говорили в рамках истории, вот эти вот разные формы нарушения развития, их система как угодно может перемешивать. Вот мы видим, но допустим, если мы разговариваем с человеком, он нам скажет, вот вы мне кажетесь немного похожим на аутиста. У нас будет одна реакция, и вот вы мне кажетесь, вы немного похожи на умственно отставого. Реакция будет совершенно другая. То есть в общественном сознании между этим граница стоит огромная. И вот эта вот граница непонятна, в общем-то, на чем основана. Это не, ну, врачи, как правило, не говорят, что вот очень важно относиться к людей, исходя из диагнозов. То есть вот эта граница начинает закрывать, потому что для людей какой-то диагноз, он связан, допустим, со звездами, со знаменитостями, которые... Вот у этих есть знаменитости, у этих нет. У этих нет, да. Да, это уже создает огромную разницу. С какими-то историями, там, с сериалами. То есть создается вот какая-то... То есть есть с чем соотнести, да? Да. Посмотреть. И диагноз, будучи очень важным, диагноз объединяет людей. То есть с одной стороны диагноз – это просто научная гипотеза, что обрабатывая данные, причем в малоизвестной очень области, что обрабатывая данные так, мы получим лучший результат. А с другой стороны диагноз создает какой-то воображаемый мир, вокруг него объединяются люди, и он становится чем-то очень значимым. Но эта значимость мало связана с вот той вот реальностью, с этими вот людьми, которые, ну, для общества остаются непонятными, еще более закрытыми. Тем более сейчас тенденция вот спектральной диагнозы, расстройства частического спектра, расстройства шизофренического спектра, все это больше развивается. И, по сути, вот эти люди с тяжелыми расстройствами даже не имеют какого-то названия. Потому что, ну, сплошные обследования показывают, что какие-то психические расстройства можно найти у 80%, даже больше процентов людей. Поэтому как назвать вот этих людей, которые оторваны от общества, ну, вот не социализированы, даже исчезают слова. То есть, если когда-то вот Ойген Блейлер, немецкий психиатр, его коллега Юнг, они пытались создать вот, ну, вот эта концепция аутизма Блейлера, что есть единство вот большой культуры и единство переживаний человека с тяжелым психическим расстройством. То есть, они пытались создать вот некое единство культуры. Через культуру. Да. Что сейчас, мне кажется, во многом утеряно. То есть, диагноз это что-то административное, либо массово-культурное. Формальное, да. Да. С одной стороны, очень формальное, с другой стороны, очень значимое для общества. Потому что, допустим, сто лет назад популяризации это не было. Кроме того, сейчас происходит тенденция вот этой популяризации психиатрии, когда, например, начинают говорить, что у человека не лень, а депрессия, он неплохой, у него синдром Аспергера. То есть, ну, когда в рамках социализированных людей у человека есть возможность как-то поиграть. Вот здесь я ухожу от какой-то ответственности. Но если мы переносим эту ситуацию на людей с тяжелым расстройством, то они вообще лишаются любых человеческих качеств. Потому что у них-то вот этого всего очень много. И вот эта вот замена, сейчас диагнозы во многом играют роль каких-то идентичностей. Потому что теряется даже роль половых, национальный, религиозный. А диагноз каким-то людям в каких-то субкультурах дает все большую опору. Какую-то идентичность, да. Но вот эти люди с тяжелыми, они не участвуют во всех вот этих процессах. И вот этот психиатрический язык все меньше и меньше позволяет о них говорить. И это для меня очень важная проблема. То есть культурная некая изоляция. Когда вот какие-то стереотипные образы по сути закрывают человека с его реальным состоянием. Тем более сейчас по мере того, как это, допустим, американский психиатр Ролен Фрэнсис про это пишет, что в то время, как все больше обычных людей получает психиатрическое лечение, люди с тяжелыми расстройствами оказываются заброшенными. То есть это происходит, видимо, и в медицинской сфере, потому что здесь больше клиентов, больше оборот. Ну да. А те составляют все большее меньшинство. Допустим, люди, которые раньше... Доктор, у меня депрессия, это может каждый сказать и получить таблетку. В данном случае, я считаю, что это как-то неправильно. Это медицинский вопрос, который не хочу касается. Но вопрос социальной адаптации таких людей, это вопрос для всего общества. И здесь вот важно преодолеть некий... Ну, такое вот как бы общество создало некую иллюзию, что в психиатрии есть единственный мостик, который вот на тот берег вот к этим людям с тяжелыми расстройствами. И это, ну, как-то надо, мне кажется, преодолеть. На самом деле есть лечебная педагогика, которой вы задеваетесь. Есть лечебная педагогика, да. Есть различные направления, то есть, допустим, прикладной поведенческий анализ. У него есть свое мировоззрение. Он как бы в занятиях с людьми с самыми тяжелыми расстройствами, он реально не... Он ориентируется на собственные категории и добивается каких-то результатов. То есть, один мостик построен, и таких мостиков должно быть много. Скажите, пожалуйста, сколько времени занимает вот в вашей практике, скажем, приведение до приемлемого социализированного состояния? Я понимаю, что все случаи разные, все люди разные, но какой-то вот предел временной, нижний, верхний... Ну, к сожалению, вот эта вот разность настолько велика, и... То есть, кого-то можно за год. Или нет, или мало все-таки год. Здесь же вопрос, ну, какой-то всей траектории, где всегда могут случиться какие-то срывы, часто в подростковом возрасте что-то происходит. Давайте возьмем иначе, я с другой стороны зайду. Чего добивается лечебный педагог, что он считает успехом, когда человек пошел в общеобразовательную школу нормально? Или если это взрослый человек, он вернулся к работе? Вот что считать успехом работы лечебного педагога? Ну, здесь, да, работа связана с социальной... Это, с одной стороны, обучение конкретным навыкам, то есть, ну, допустим, в сфере коммуникации, это устная речь, либо какие-то альтернативные коммуникации. Есть же люди, которые совершенно не разговаривают. Их обучить речи, это тоже большой успех, наверное. Минимальная задача, чтобы, допустим, человек мог войти в комнату и сесть на стул и сидеть какое-то время за столом. И есть, ну, где уже высокий уровень задач, это, ну, естественное нахождение в обществе, то есть здесь есть, ну, бесконечное количество ступенек. Но то, что меня волнует очень ситуация, что, конечно, именно в случае тяжелых нарушений этот вопрос вряд ли может быть решен без большого участия медицины. То есть здесь вот есть ситуации, когда, в общем, не врачи, не педагоги мало знают, что реально происходит, от чего зависят результаты работы. То есть здесь есть какое-то системное нарушение обработки информации. Ну вот людей буквально вот корежит, ну вот можно, вот какая-то прям болезнь, которая интуитивно понятна, но пока существующая система скорее затеняет эту ситуацию, потому что если вернуться к диагностике, то, допустим, у нас есть обычный социализированный человек, который испытывает какие-то проблемы и получает диагноз расстройства психического спектра. Вот сейчас есть большое движение, публикации, которые связаны с тем, что женщинам как бы неоправданно ставят мало диагнозов расстройства психического спектра, и они живут в обществе и про это не знают. Ну да, считается, что это болезнь мальчиков. То есть, может быть, еще увеличат процентов на 40. А с другой стороны, есть ребенок, у которого в один год, допустим, 8 месяцев, полтора года начались какие-то моторные возбуждения, какие-то судороги, распад речи, других функций. И ему ставят такой же диагноз. То есть, что в этих случаях общего? И те борются, что они не хотят, чтобы их лечили. А аптизм – это не болезнь, а особенность. И, в общем-то, они правы. Они себе диагноз поставили. И с другой стороны, мы возьмем вот эту вот семью, этого ребенка, где явно какое-то развитие. Ему становится то лучше, то хуже. За этим что-то стоит. И непонятно, к какому врачу, в общем-то, обратиться. То есть, реальная ситуация такова, по сути, что даже, в общем-то, обращение к психиатру, он скорее нужно для получения инвалидности. И люди, которые не обращались, допустим, не очень понятно, что они что-то потеряли. То есть, это вот очень проблемная ситуация, когда, с одной стороны, в общем, очень важно не упустить медицинскую компоненту, чтобы общество на это обращало внимание, что вот ситуация, вот что аутизм и болезнь – это некая особенность. Она для каких-то ситуаций, возможно, вполне подходит. Вы же сотрудничаете, да, с врачами? Нормальное сотрудничество? То есть, есть взаимопонимание, язык общий какой-то? Или он сейчас создается? Нет, ну, по реальным случаям, конечно, он, несомненно, есть, и сотрудничество с врачами, с психиатрами, с неврологами очень важно. И как раз, мне кажется, очень важно, чтобы как раз психиатрия, которая обладает некой уникальной все-таки традицией, уникальной компетентностью, которая позволяет связать и, с одной стороны, сложное поведение человека, с другой стороны, процессы в организме, чтобы она, ну, как-то тоже не выпадала, что и неврология важна, и психиатрия, то есть, участие в медицине исключительно важно, и... Можно ли сказать, что у вас есть уникальный, ну, может быть, не методика, но подход, или, в общем-то, это... Нет, я стараюсь использовать какие-то общепринятые, проверенные, да. Скажите, пожалуйста, а вот, опять же, возвращаясь к книге, что касается движений, у вас эти супергерои, они разделены по характеру движения, то есть, ну, условно говоря, это некий признак диагностический. Когда вы занимаетесь с людьми, меняется ли в случае успешного лечения, меняется ли характер движений? Ну, вот как раз я предполагаю, что вот эти вот некий такой устойчивый моторный рисунок, соотношение... И кинематографических у вас тоже много примеров, как бы образ кинематографический, он характерный для того или иного супергероя, очень интересно это читать, да. Да, то есть, здесь я пытаюсь вычленить то, что не меняется, именно то, что может связать неговорящего человека, ну, то есть, эти движения, прежде всего, для меня важны потому, что какие-то особенности поддержания равновесия, то есть, есть, допустим, человек, вот он сидит на стуле в положении, что на грани упасть, но эту грань не нарушает, то есть, за этим тоже стоят какие-то, ну, какие-то переживания, если мы говорим о человеке другой культуры, который в нашу культуру не включен, то это некий мостик, с которым, по крайней мере, можно предположить, вот некую сложность, стоящую по ту сторону, но с другой стороны, важно увидеть сходные черты у другого, ну, у себя, у какого-то другого педагога или у обычного социализированного человека, чтобы хотя бы таким образом включить человека в общество, ну, что имеется в виду под супергероями, то есть, если мы имеем перед собой… Я объясню, супергерои, судя по книге, это адаптационные какие-то приемы, да? Да, то есть, вот мы видим какого-то человека, который, допустим, в углу занят каким-то своим делом, нам непонятным, но как мы, как правило, взаимодействуем с людьми, мы сидим с человеком, и мы начинаем видеть за его спиной какие-то обобщенные фигуры. Это фигура врача, допустим, фигура русского, вот какие-то идентичности обобщенные, и через них мы включаем человека в культуру, в нашу модель общества. И моя как-то задача, чтобы за вот людьми из культуры пока исключенными тоже вырастали какие-то обобщенные персонажи, которые позволяли объединить их и какие-то произведения искусства, фильмы, книги каких-то людей, живущих в обществе. Какие требования к лечебному педагогу встают тут, потому что лечебный педагог должен просто знать все, он должен быть очень широко орудированным человеком, чтобы знать про другие культуры, про то, что может быть в другой культуре. Это такое требование серьезное, да? Вот здесь вот эта вот задача, о которой говорил Выгодский, преодоление дефекта, который, как он считал, находится в нас. В нас. Да, то есть вот для этого надо увидеть некую особую такую оптику, которая, как я считаю, более нормальная, которая не исключает человека из культуры, а наоборот его включает. Для этого ни в коем случае не считаю, что эта система является какая-то правильная, просто должно быть много языков, которые позволяли описывать нашу общую человечество как некое единое целое, куда были включены люди с самыми тяжелыми расстройствами и вернутся в нормальное состояние, потому что тысячи лет они, видимо, существовали вместе с другими людьми, и вся культура создавалась с нами вместе. Типично журналистский вопрос я задам, но просто мне действительно интересно. Не могли бы Вы описать какой-нибудь яркий случай вот такого вот успеха в Вашей практике? Будь то ребенок, взрослый с расстройством. Ну вот у меня был, как я считаю, исключительно успешный случай, что действительно вот ребенок, он пришел на обследование, я как раз при этом присутствовал при его первом приходе в организацию, то есть ему было три с половиной года, он был очень, ну и на стороне, он не разговаривал, был полностью погружен в свои занятия, там что-то вот пересыпал, при этом не подпускал к себе, забивался в угол комнаты, и действительно какие-то методические занятия давали постепенно результат, он начал, например, говорить, отдавая команду игрушке, то есть я долго перед ним запускал змею на дистанционном управлении, говорил «ползи». Долго говорил, потом, ну и периодически пропускал, есть такой метод, но обычно это не делается по отношению вот к предмету, а здесь это было по отношению к предмету. Я говорил «ползи», и он сказал «ползи». Потом он стал говорить все более сложно, там у него пошли прекрасные, у него, видимо, всегда было хорошо развито абстрактное мышление, потому что когда он не говорил, он показывал, допустим, пальцем на окно и куда-то еще, а когда заговорил, он стал говорить «квадрат, квадрат». А так он изначально практически все это делал, но при этом изначально я считал, что это некий мой успех, что вот я так прекрасно занимаюсь, но сейчас я вижу, что причины этого совершенно неизвестны, что здесь нельзя как раз отрываться от какой-то медицинской компоненты. Да, у него прошло благополучно, но есть… За сколько времени? Это было где-то за три года. За три года. Да. Но в других ситуациях, где огромнейшие усилия, исключительно квалифицированные, предпринимаются, это и родители, и педагоги, и все, я считаю, гораздо лучше, но результаты гораздо меньше. То есть какое-то вот так много переменных, что трудно с чем-то связать успех. Линейно как-то понятно. Да, что, вероятно, здесь какой-то процесс прошел благополучно в организме, но что это вот здесь во многом выпадает информация. Если это дети, вы взаимодействуете с родителями этих вот учеников ваших? Да, конечно. А если взрослый, то с семьей, то есть вы это все во взаимодействии делаете? Ну, современная ситуация такая, что так как вопрос нарушения развития, он очень длительный, никакие специалисты, никакая социальная структура не являются решающей. То есть это не ситуация, когда человека кладут в больницу, допустим, на операцию. Ну да, прооперировали и выпустили. Допустим, даже в детской онкологии, как правило, речь идет о пяти годах, допустим, но, как правило, меньше еще. То здесь эта ситуация на всю жизнь, и реально человеком, который интегрирует усилия разных специалистов, принимает какие-то решения, являются родители. Ну, вообще сейчас на родственниках людей с тяжелыми психическими расстройствами лежит огромная нагрузка, потому что даже вот сейчас, допустим, говорят, что общество стало осуждать людей, которые сдают своих родственников в интернаты. Но, по сути, это опять же еще большая нагрузка на родственников, что если они сдали, они виноваты, не сдали помощи им очень мало. То есть вот эта нагрузка даже, в общем-то, увеличивается, потому что раньше было, ну, в общем, нормативно, это некая тайна, это медицинский авторитет, сейчас авторитет снизился, понятно, что там мало что делается, но при этом помощь родственникам, на которых лежит огромная нагрузка со стороны общества, в общем, возросла, но в незначительной мере. То есть нагрузка на родителей, на родственников огромная, и реально на них вся ответственность лежит. То есть педагоги, врачи, в общем-то, просто им помогают. Спасибо большое, Алексей. Я желаю успеха в вашем огромном труде, и чтобы наша медицина не подкачала и, в общем, насколько возможно взаимодействовала с лечебной педагогикой. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Спасибо.